Давайте вернемся, и вот тут я думаю, как сказать, в Россию или в Грузию, ну давайте как-то, вот одновременно в Россию и в Грузию, или сформулируем иначе, вернемся в русскую литературу. Итак, когда-то в глубокой юности я любил исключительно читать, но это было советское время, я читал фантастику и приключения, такое сказочное, знаете, потому что я не хотел читать про окружающую меня советскую жизнь, мне это было скучно. И как-то случайно я взял в руки книгу неизвестного мне тогда писателя Константина Паустовского, там было два произведения, время больших ожиданий, второе называлось начало неведомого века. Я тогда не знал, что такое социалистический реализм или просто реализм, я просто прочитал эту книгу и скажу честно, она открыла для меня, подчеркну, совсем юного человека, реальную жизнь, реальную, не сказочную советскую, реальную. Почитайте эти произведения. Эта книга стала для меня потрясением, а сам Паустовский оказался одним из моих писательских кумиров. Но знал ли я тогда, что его жизнь была связана с Грузией? Ну, конечно, не знал. И сейчас, когда мы отмечаем 120-летие со дня его рождения, мои коллеги Игорь Боленский и Инга Мурадова ликвидируют этот пробел в моем, да и думаю, в вашем образовании. Его произведения неизменно входили в обязательную школьную программу по литературе. А потому неудивительно, что особой любовью юных читателей Паустовский не пользовался. Из-за элементарного чувства протеста. Зато те, кто раскрывал его книги в сознательном возрасте, уже не могли не плениться очарованием слога действительно великого писателя. У него была бурная жизнь. Родился в Москве, жил в Киеве, учился на юридическом факультете университета. Потом во время Первой мировой войны работал санитаром. Затем чуть ли не на всех металлургических заводах России. Но в итоге он стал писателем. И вот рождение писателя Паустовского, оно, наверное, как раз прошло и состоялось во время странствий. В 1922 году, ровно 90 лет назад, Паустовский приехал сюда, в Батуми. Приехал и был восхищен этим городом. Почему? Да потому что здесь море, здесь корабли, а Паустовский всегда мечтал стать моряком. Но в итоге стал писателем. И я думаю, отчасти это рождение прошло и здесь. Потому что по вечерам Паустовский садился и записывал свои впечатления, какие-то свои эмоции, наблюдения. И вот так постепенно рождался тот самый Паустовский. Как он писал? Одна только фраза. Листья осины похожи на детскую ладошку. Такая же нежная припухлость среди тоненьких жилок. Или он всегда, конечно, помнил, где все это началось. Это началось в Батуми. И в своей автобиографической книге «Бросок на юг» он просто поет оду какую-то Батуми. Он пишет «Батуми прекрасен всегда, даже в дождь». Его любили и продолжают любить миллионы. И не только те, кто читают по-русски. Одной из самых больших почитательниц Паустовского была Марлин Дитрих. Когда легендарная актриса приехала в Советский Союз, ее единственным пожеланием было познакомиться с писателем Паустовским. Константин Георгиевич был болен, но все-таки пришел на концерт Дитрих в Москве. Актриса, конечно же, знала, что писатель находится в зрительном зале, но того, что он поднимется на сцену, не ожидала. И на глазах у изумленной публики опустилась перед Паустовским на колени. Позже Кеннадива призналась, что рассказ Паустовского телеграмма перевернул ее жизнь. Главной любовью всей жизни Паустовского стала Татьяна Арбузова, его третья жена. Та самая Таня из одноименной пьесы драматурга Арбузова. Но и здесь, в Грузии, Паустовский повстречал очень яркую даму, Валерию Валишевскую. Причем эти отношения были такими бурными, что в конце жизни Паустовский даже не хотел слышать ее имя. При том, что он увел Валерию, ставшую его второй женой, от своего лучшего друга Кирилла Зданевича. Кстати, мне эту историю и история о Паустовском рассказала дочь Кирилла Зданевича, Мирель, которая, наверное, Паустовскому должна была быть благодарна. Потому что когда Валерия ушла от Кирилла, то Кирилл женился на женщине, которая стала как раз матерью Мирель. Так вот, когда я приходил к ней в дом и просил ее рассказать про Паустовского, она вначале говорила, ну, Господи, возьмите книжку и прочитайте там. Я просил, ну, хотя бы опишите мне его. Она говорила, ну, что описываете, умное лицо в очках. Но в конце концов, я смею надеяться, мы с ней подружились, и она рассказывала уже какие-то живые истории про Паустовского, про то, как она, приходя к нему в дом, писательский дом в Лаврушинском переулке в Москве, все время хваталось за живот от смеха, они постоянно смеялись. Да и какие-то она рассказывала истории, может быть, не очень добрые. Например, она мне призналась, что главной трагедией в жизни Паустовского стала гибель от передозировки наркотиками его любимого 26-летнего сына. И вот с тех пор смыслом жизни Константина Георгиевича стало творчество. А его дружба с Кириллом Знаневичем продолжалась всю жизнь. Они вместе рыбачили на оке, ходили на футбол, болея за Тбилисское Динамо, и были влюблены, правда, платонически, в Ольгу Ивинскую, последнюю страсть поэта Бориса Пастернака. Когда великого поэта не стало, именно Паустовский стал самым активным организатором похорон Пастернака, демонстративно ходил перед объективами камер КГБ и произносил речи. Но все дело было не в какой-то особой смелости. Просто Паустовский был мудр и знал, что в жизни главное, а что нет. Он прожил 76 лет, но его голос, кажется, слышен и сегодня. Достаточно просто раскрыть его книгу. Игорь Аболенский, Инга Мурадова. Специально для программы «На пике событий».